москву такой какая она сейчас есть вот всю красоту москвы сделал сталин я буду искать конечно же минусы и там а там безопасно на нем кататься точно всем привет меня зовут лариса булина вы находитесь на моем канале который называется тур дур и сегодня я начинаю новый формат все мы знаем что есть позитивный взгляд на вещи есть негативный каждый судит в меру своей испорченности сегодня я взяла с собой свету все скажи что-нибудь да я позитивный формат и сегодня мы вам покажем как на одни и те же вещи можно смотреть позитивно а можно смотреть и негативно молодец света и так мы супер новом и крутом месте москвы в речном вокзале на речном на речном вокзале мы сейчас решим кто в какой банде играет свет на ишачка ишачок это камень-ножницы-бумага знаешь давай конечно погнали подожди кто выиграет тот позитив естественно кто проиграет тот негатив поехали камень-ножницы-бумага я позитив ты негатив будем искать негатив и найдем светик ищет максимально негативные моменты я ищу максимально позитивные сегодня у нас обзор речного вокзала москвы погнали северный речной вокзал памятник архитектуры 30-х годов прошлого века и образец сталинского ампира речные суда отправлявшиеся отсюда благодаря системе каналов могли дойти до азовского черного каспийского балтийского и белого морей именно поэтому за москвой закрепилось название порт пяти морей трехэтажное здание напоминает огромный плывущий корабль с высоким 27-метровым шпилем вход со стороны реки ведет широкая парадная лестница известно что при создании проекта архитекторы вдохновлялись обликом дворца дожи в венеции речной вокзал открылся 5 сентября после глобальной реконструкции которая длилась практически два года за последние 10 дней все новостные порталы москвы назвали это самым востребованным местом для прогулок поехали посмотрим что тут такого интересного добраться до вокзала можно на метро он расположен на одноименной станции за москворецкой линии оттуда пять минут пешком по парку переходите ленинградское шоссе и вы на месте или же как мы на машине небольшая парковка расположена вдоль трассы а также внутри самого парка это как минус так и плюс одновременно плюс если вам лень носить зад и вы хотите подвести его как можно ближе к вокзалу минус если вы все-таки приехали прогуляться и насладиться тишиной и спокойствием уже минус парковка кафе парковки мало обычный день а все забито мин 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 на машине сюда лучше не ехать парковка в парке бесплатно что само по себе странно но думаю власти это скоро исправят начнем обзор с центрального входа здесь нас встречает скульптура изображающая девушку идущую навстречу гостям парка с кораблем над головой под ногами посетителей раскинуты живописные клумбы но как живописные клумбы больше напоминают запущенные грядки с учетом того что парк запустили 5 сентября клумбы либо не успели сделать либо это такая задумка ландшафтного дизайнера в любом случае смотрится это не ухоженно и некрасиво однозначно минус далее двигаемся по центральной аллее она богата условно до боли знакомой каждому москвичу плиткой плитка это уже украсила пол москвы своим присутствием и набила оскомину смотрится она уныло минус проекту за отсутствие фантазии и альтернативных подрядчиков можно полюбопытствовать это пчелка да да колокольчик нет а это просто пчелка до 250 рублей кораблик 400 рублей кораблик стоит так но естественно когда место становится таким резко популярным сюда приходит очень-очень-очень много посетителей все равно есть свободные лавочки если вы хотите уединение хотите побыть вдвоем на романтическом вечере это не то место куда нужно ехать потому что будний день 5 часов вечера а народу довольно таки много и чё тут плохого там если вы хотите уединения то вам не сюда если вы хотите побыть вдвоем пообниматься поцеловаться но имейте ввиду что здесь будет вокруг очень много глаз любопытно что я я я очень хороший такой сказал конкретику молодец подходим к зданию вокзала если вы пришли гулять на своих двоих то проблем с передвижением у вас не будет а если вы мама грудничка в коляске или человек с ограниченными возможностями то готовьтесь квесту дело в том что у центрального входа нет пандуса здесь центральной лестнице со стороны реки вы его не найдете один единственный пандус расположен в правой части вокзала чтобы попасть на набережную вам нужно обойти вокзал с правой или левой стороны так вот нашла людей которые героически сюда забрались на коляске с маленькой пипеточкой такой красивой как вы это сделали я взяла ребенка муж взял коляску и поднял руками то есть нету сюда для тебя пути до из-за родителей не принесут нет нет если мы зайдем с коляской в здание то мы уже не сможем вот по лестнице спуститься выйти здание потом в круговую его обойти до но мы будем надеяться что они ее исправят да да спасибо вам большое хорошей прогулки в целом внутренняя архитектура вокзала это череда переходов лестниц разнообразных архитектурных форм и набор псевдо советской лепнины так мы видим здесь есть информация но для лариса это плюс а я вижу огромный минус информация как минимум здесь еще не будет работать месяц а то и два поэтому если вы сейчас прийти на речной вокзал то элементарно где здесь туалет вы не узнаете нет я не хочу спрашивать людей где здесь туалет их спрашивать нет 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 я не буду спрашивать а вы не знаете где туалет на самом деле ввести недостроенный объект но как будто бы в сроке фишка российских чиновников я приехала сюда еще через неделю чтобы сделать до съемы не стойкой информации немногие помещения не были введены в эксплуатацию вокзал украшают строительные леса пустые помещения и свежий запах цемента и пыли сказали что здесь два женских два мужских сейчас проверим 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 я буду искать конечно же минусы и там указатель на туалет и присутствует но здесь еще только видишь все открывается поэтому пока все магазинчики еще закрыты они пустые вот смотри это сказали что музей музей это конечно громко сказано здесь всего лишь две картинки и принципе две газеты так что это туалет на шоколевом этаже как нам сказали лестница довольно таки крутая ну и здесь предусмотрен уже стоит неприятный запах хотя открыли его только недавно но уже стоит ужасная и посмотри просто забитый грязный это уже здесь тоже самое здесь тоже самое если честно уже заходить него не хочется минус повесить сумок тоже нет поэтому отдавайте либо своим подругам либо держите ну не знаю хотя бы просверлены водой и идет еле-еле то есть совершенно маленькая стройка зеркала нет мы будем надеяться что это пока и соответственно бумаги мы тоже не имеем никакой пока грязно ну что будем думать что это всего лишь еще стройка и все еще наладится но сейчас это минус так ну что мы здесь видим абсолютную реплику вокзала в первозданном виде он был построен в 40-х годах двадцатого века и сейчас после реконструкции насколько я понимаю воссоздали именно тот вокзал которым он был изначально все кто любит сталинскую архитектуру все кто любит советскую символику здесь конечно понравится вообще я считаю вот несмотря на все позитивные и негативные оценки стали на что москву такой какая она сейчас есть вот всю красоту москвы сделал сталин ну скорее всего это место сейчас будет самое инстаграмное место в москве я предполагаю потому что здесь уже очень много фотосессий девчонки научите по-модному фотографироваться самим буду учиться ну как-нибудь как это вот надо какой позу надо принять научите пожалуйста вот просто вы понимаете я вроде как блогер но я не умею этот позинг покажите как это надо делать ну лично я присела так и не буду так и дальше что так подождите это я можно к вам микрофончик вы попадете в мой блог так и что вот это чтобы зрительно худее быть да да дальше что можно одной рукой облокотиться немножко облокачиваем и смотреть в камеру смотрим в камеру и что а как сделать что подворотка или а что выражение лица какое должно быть томная как у модели серьезная при этом расслаблено так серьезно при этом как будто бы вы преподаете в школе модели реально это все топ модель по-американски так спасибо большое а вас так зовут Саша очень приятно меня зовут Лариса подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии спасибо Саша вам большое хорошего вам всего так что я могу отметить как плюс слушайте Москва вообще это город доброжелательных людей вот все кто мне говорят что в Москве живут ну какие-то я не знаю вредные за ночью вы подойдите попробуйте с человеком пообщаться он вам расскажет про позинг про томный но расслабленный взгляд просто ты настолько приставучая что от тебя просто трудно очень избавиться это правда но но ты понимаешь люди улыбаются мне глядя на меня ну ладно пойдем хватай меня нет я не буду здесь сидеть здесь грязно смотри какой пароходик буквально обычный да классный ты посмотри он какой-то в стиле в стиле в стиле западного вестер на который это стоит прокатиться 100 рублей 500 рублей а сколько пледик стоит а пледик бесплатно а мне что-то казалось что вы говорили пледик можно приобрести на борту билет на борту 500 рублей стоит да и куда вы катаете проходим ленинградское шоссе мкад проходим железнодорожный мост проходим в старых имках делаем оборот возвращаемся сюда через час а сколько лет кораблику кораблику много лет все четвертого года все четвертого года это сколько ему лет тут 46 и тут 20 ему 66 лет ну наверно да если вы брали посчитать ну это ретро кораблик получается а там безопасно на нем кататься абсолютно безопасно а он с ТО проходит регулярно ежегодно конечно а то есть он вообще здесь курсировал до того как открыли вот это да все спасибо большое мы к вам вернемся пожалуйста спасибо до свидания я хочу есть я хочу пить и сейчас выясним как легко это мою жажду и голод утолить давайте разберемся где и что можно съесть на речном вокзале начнем с продуктов народного потребления сосиска 200 рублей кукуруза 120 рублей пломбир 150 рублей идем дальше справа центрального входа в вокзал семейное кафе с теплым названием дружба дизайнеры как будто забыли что здесь у нас стиль совка и забабахали европейский ресторан с соответствующими ценами здесь вам предложат тартар из говядины сырную тарелку на дружную компанию и стейк рибай средний чек 1650 рублей внутри вокзала расположен ресторан волга волга здесь полностью выдержан стиль советской эпохи красиво и статусно средний чек 2500 рублей здравствуйте у вас вкусные хот-доги давайте так как я отвечаю сегодня за позитив я тебя угощу хот-догами спасибо выгляди так себе если честно и на вкус я тебе тоже скажу так себе что ты кряхтишь говори что-нибудь как туалетной бумаги поел по идее должна сказать что он вкусный но он не вкусный даже плюс говорит минус несмотря на то что я должна вроде как позитив искать но в целом этих искать потому вроде как все новое но оно какое-то без души вот реально тоска тоска зеленая не весело нет ни музыки никакой нет какой-то вот хочется гулять там слушать какой-нибудь позитивчик гробовая стоит тишина и зазывала только добрый вечер уважаемые москвичи и гости города приглашаю вас на увлекательную вечную прогулку на теплоходе адмирал мы вас приглашаем подходите восьмой причал подходите на порту теплохода с 90-х по 2014 год получался находился в очень общем таком плачевном состоянии использовался только как транспортный узел только для кораблика то есть сюда приезжали туристы и прочие пассажиры которые сразу садились на корабль и уплывали в круиз сейчас же благодаря наконец-таки наши власти взялись за это культовое сооружение 1937 года постройки и вот наконец-таки его отреконструировали и я думаю что надеюсь в будущем через некоторое время они еще и сделают так чтобы звезда шпиля крутилась и тогда на шпиле не только крутилось но еще и при поднималась при открытии навигации потому что это было зла откуда вы все это знаете человек который занимается историей транспорта почти с самого детства думаю человек который занимается историей транспорта не последние два часа а самого детства спасибо вам большое всегда пожалуйста спасибо хорошего вечера спасибо пойдем дальше